Рефери Семен Стахип. На два года моложе. Оба уложились без проблем в весовую категорию свою. Напомню, легкий вес весовой категории. До 61 килограмма 200 граммов. Очень серьезное испытание для Павла Маликова. На самом деле, Дайки Канека человек, который бился за звание чемпиона мира. Но даже послужной список 26 побед. 18 досрочно. В мае, кстати говоря, свой предыдущий поединок провел Дайки Канека. И выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Очень хладнокровный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Канека готов к разменам. Для него это обычное дело. Он готов принимать удары на себя и готов идти рубиться. Даже по тому, как стоит на ногах Дайки Канека видно, что он настроен на такую силовую работу. Появилось рассечение над левым глазом у японского бойца. Насколько оно серьезное. Попадает Павел сейчас. Справа крюком. Отвечает Канека двойкой. Здесь увернулся от удара Маликов, добавил левый по корпусу и еще раз правый по корпусу. По туловищу сейчас Павел Маликов. Но в принципе у него получается. Если вспомнить его бой против Леонардо Дорони, он выиграл как раз-таки нокаутом по корпусу. Опа! Вот это да! Подгон! Вот это да! Под конец первого раунда Павел Маликов отправляет в нокдаун японского самурая. Канека показывает, что все в порядке у него. Гол в раздевалку. Да, и бойцы расходятся на перерыв. Прекрасный первый раунд. Шикарный первый раунд. Но я вам скажу, дорогие друзья, пока еще ничего здесь не ясно. Мы с вами порой бываем свидетелями, когда казалось бы после первого раунда преимущество одного боксера. И потом ситуация может в корне поменяться. В корне поменяться. То, что мы хотели бы, чтобы так. И, конечно, болеем за Павла Маликова, но смотрим, как это будет. И будем, но стараемся быть объективными. А вот тот момент, нам показывают лучшие моменты первого раунда. Вот этот левый крюк от Дайки Канека. Он скушал апперкот и поморщился. И вот здесь вот попал Павел Маликов. Попал, но здесь еще, мне кажется, ноги неудобно стояли у японца. Да, ушел вперед японец и наскочил на этот удар. Второй раунд, дорогие друзья. Дайки Канека против Павла Маликова. Десять раундов в легком весе на кону пояс WBA Азия, который принадлежит Павлу. Очень серьезный соперник у Маликова Дайки Канека. Бывший претендент на звание чемпиона мира в первом легком весе по версии WBA. Боксер очень терпеливый, хладнокровный, бьющий. Да, удалось Павлу отправить соперника в нокдаун в конце первого раунда. Но мы видим, что пришел в себя Канека. Абсолютно не выглядит потрясенным и продолжает работать так же, как он работал в первом раунде. Начинает все атаки Канека с джеба. Работает первым номером. Но вот сейчас неплохо взорвался на скачке таким полукрюком, полусвингом справа Павел Маликов. Хорошо по корпусу двоечка от Павла. Действительно, я думаю, что здесь нужно работать легко Павлу, не заряжаться на нокаут. И смотрите, как взрывается на выходе из клинча двойкой по корпусу Дайки Канека. Старается. Оп, хорошо. Попадает Маликов и тут же прижимается Канека. Понимает Канека, что здесь очень опасно. На ближней дистанции вяжет. Хороший апперкот от Маликова. И отвечает Канека правым навстречу. Длинным прямым таким. Смотрите, разозлился японец, начинает обрабатывать корпус. Отвечает по корпусу Маликов. Второй раунд, ребята, уже раскачекал. Хороший издворенный правый крюк от Павла. Но Канека не обескуражен. Ни в коем случае. И снова апперкот от Павла в инсайде. И снова апперкот от Павла в инсайде. Павел Маликов таким заправским нокаутером. Но, но, у него очень хорошая серия досрочных побед. Снова отличный удар по туловищу справа от Павла Маликова. Никакого сумбура. Мы видим уровень боксеров. Без суеты работают оба. Японец, я думаю, что не будет менять тактику. Давить, 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 давить. Измотать Павла Маликова, мне кажется, это его задача. Ну, будет, наверное, уже лишним говорить, что, естественно, оба проходили дистанцию в 10 раундов. Нам показывают Александра Поветкина, например. По-моему, это был Шавкат Рахимов. Рядом с ним, да, был Шавкат Рахимов. Шавкат Рахимов 9 сентября побьется за звание чемпиона мира в первом легком весе по версии Айби Оу. Предварительно у него будет очень серьезный соперник из Аргентины. Это предварительно. Это не надо подавать, она не нужна. Она нам уже не нужна. На все, что надо, просто по корпусу. Понял? Не туда по корпусу. Левый отверг, правый корпус, правый сверху. Больше работы правой рукой. Сделал свою работу, смещайся. Сделал свою работу, не стой перед ним. Левая, банная бой. Выходи и... Сверху. Сверху. Третий раунд, дорогие друзья, но вот по инсайдерской информации проблема у Павла Маликова. Есть с плечом слева. Мы видели, как во втором раунде Мало он работал левой рукой. Посмотрим, как это скажется на ходе поединка. И вы слышали наставление Алика Бегаева в углу Павла Маликова. Пробил, ушел, пробил, ушел. Стоять перед японцем не надо. Потому что, если ты начнешь застаиваться, японец не применет воспользоваться возможностью расстрелять тебя. А бьет Канека жестко. Да, и очень опасно, остро работает он передней рукой с дистанцией. Вот этот джеб. Мы с вами смотрели поединок Джина, Миуры и Марка Урванова. Вот Канека это тот же Миура, только гораздо жестче. И здоровее. Паста очень проатаковался с тремя ударами японский боец. Японец начинает все атаки с джеба, кстати. Но на ближний немножечко сам подвисает. И здесь как раз таки работа для Павла Маликова. Здесь успевает Павел, бывает отработать. У нас снова ближняя дистанция. Павел Маликов вяжется, и это совершенно оправданно для него. Хорошо встречает Павел Таики Канека. Жесткий апперкот справа от японца. Но нужно отдать должное Павлу. Очень неплохо он пока работает корпусом. Очень здорово защищается, да, на ближней дистанции. Да, причем как бы не оставляет голову. Вот какой был минус у Марка, он оставлял голову. Павел так не делает в основном. Методично Павел обрабатывает. Хороший апперкот. Такому апперкоту бы и Флэд Мейвейзер-младший позавидовал. Очень-очень хороший, так вразрез прям его ударил. Сейчас Павел. Хорошо снова справа попадает Павел. Вот я сказал, что Канека не будет менять свою тактику. Но если такая тенденция, которую мы с вами наблюдаем в третьем раунде, продлится, то, пожалуй, японцу нужно перестраиваться, пока Павел его переигрывает. Хорошо попадает навстречу Павел. И правильно, правильно делает, что не зацикливается на одном жестком ударе. Но вот смотрите, такой бревноджеб в исполнении тайки Канека по-прежнему опасен. Вот смотрите, ушел от джеба Павел вниз, но попытался его насадить на апперкот Канека. Он тоже меняется все-таки. Начинает вычислять, как у кого есть, и Павел Маликова. Хорошо по корпусу, да. Но опасность японцу врубиться может быть шревата. Но мы видим, усилилось рассечение, причем рассечение от удара перчаткой у тайки Канека. Пошел японец торговать на все, разозлился, решив, что именно в рубке у него есть шанс. Мы видели, какой жесткий левый крюк в первом раунде. Попадает снова сейчас Павел Маликов, правый крюк. Пропускает справа, боковой немножко оставил он голову. Прекрасный раунд. Мы видим известного российского актера Владимира Сычева. Где-то должен быть наверняка его друг Дмитрий Нагиев. Если бы в углу тайки Канека был лучший какман России и один из лучших какманов мира Бедвелушников, то команда японца могла бы не волноваться. В этот момент просто Дмитрий Лучников находится как раз-таки в противоположном углу. Совершенно верно. Но я думаю, что нам еще покажут угол Павла Маликова обязательно. Давайте смотреть наиболее яркие эпизоды, закончившиеся в очень зрелищной трехминутке. Катнены в углу Дайки Канека сумели нейтрализовать рассечение у своего боксера. И у нас такой инсайд очень нервный с клинчами. Четвертый раунд из десяти запланированных. Хорошая атака Павла Маликова. Мы видим, огрызается, огрызается яконец. Жестко попадает. Причем начал чувствовать моменты Канека, когда Павел уходит вниз и старается насадить его или на апперкот, или на боковой. Как опасность дистанции сейчас попал в здание руки прямым японский боец. Хороший ответ левым трюхом от Павла. Вот хорошо, быстро на скорости двоечку пробивает Павел Маликов. Хорошая защита корпусом от Павла. Канека старается обрезать углы. И опять открылось у него рассечение. Но с другой стороны Канека не прессует. Он не выбрасывает много ударов. И у Павла есть время подготовить контратаку. Канека настроен на жесткие удары. То есть он не разменивается на эту игру боксерскую. Его задача подойти, встать и врезать как следует. Если говорить таким простым русским языком. Иди его левый, делай контратаку. На ногах работает Маликов. Работает корпусом. Взял пока паузу. Взял паузу в четвертом раунде. И клоковой апперкот. Вы слышите, какая поддержка оказывается. Но вот здесь немножечко не дотянулся Павел с ударом. Хорошо попадает справа Маликов. Возвращает руку на место. А у вас, смотрите, опасность сейчас попадает. Так вроде легко, но трехударная такая неприятная комбинация. Все свои атаки японец, начиная с джеба. Попытка двойки от японца. Хорошо встречает справа через руку Маликов. То, что ему, в общем-то, советуют угловыми. Угловые. И еще хорошо попадает. Сейчас атака оттянутся, еще атака. Навстречу редко бьет Павел левой, но когда бьет до удара, достигают цели. И так, видишь, что... Оп, хорошо сейчас встретил Павел соперника. Быстро, ну, здесь действительно нужно Маликову работать на скорости. Но смотрите, какая концовка. Японец разозлился. И включился, да. Да, и несколько так жестких ударов воткнул голову Павлу. Прекрасный раунд, да. Никита Михалков, человек с усами в очках, это он. Любитель бокса. Не будем забывать, что главное событие – это Денис Лебедев против Марка Фленаган. А, как известно, Никита Михалков является поклонником творчества Дениса. Правый через руку. Ты очень много опускаешься. Почему ты не бьешь эперхот? Почему ты купишь? Все идет. Ты что, гонишь, что ли? У тебя все идет. Ты просто редко бьешь. Больше операфотов. Глаз надо сделать. Больше операфотов, Паша. Больше права, чем и другого. Дай сделать. Пятый раунд. Пятый раунд. Павел Маликов, Дайки, Канека. 10 раундов в легком весе. Весовая категория до 61 килограмма 200 граммов. Дайки, Канека выше ростом. Представляет Японию бывший претендент на звание чемпиона мира в первом легком весе по версии WBA. Жесткий, бескомпромиссный самурай. В конце первого раунда побывал в нокдауне, но, как мы видим, очень быстро восстановился. И продолжает оказывать давление на Павла Маликова, который работает вторым номером. И периодически взрывается быстрыми контратаками и двух-трехударными сериями. Но вот сейчас несколько размашисто было. И успел оттянуться японский боец. И смотрите, как работает на ближней дистанции японец, заставляя Павлу уходить вниз. На кону, напомню, пояс чемпиона WBA Азия. Предотвежит он Павлу Маликову. Японец в качестве претендента приехал в Россию. И опять туда, в рассечении, бросил двойку Павел Маликов. Японец, смотрите, очень много работает джебом. Вперед на Маликова. Идет, идет вперед. Постоянно оказывает такое давление. Два боковых пропустил. Бол, левый прямой от Павла. Но Канека очень хорошо держит удар. Несмотря на тот нокдаун в первом раунде, он на самом деле хорошо держит. Достигает цели джеб японца. Попытался он запустить двойку. Чуть-чуть убрал голову Павел и удар прошел скользь. Ох, какой опасный удар по туловищу. Он от него пришелся немножко по спине так. Двигаться, двигаться, двигаться. То, что нужно Павлу Маликову. Вот хорошая атака сейчас от Павла Маликова. Был почтальон, потом он провалил и снова ударил. Заканчивается пятый раунд. Хорошо, двойкой быстро встречает Канека Павел Маликов. Ага. Видимо, будут приглашать доктора на предмет... Опасности рассечения над левым глазом у итальянского бойца. Да, разрешил доктор продолжить Тайки Канека. Но очень серьезная работа предстоит в углу японца Катвана. Но вот, кстати, нужно отдать должное Павлу. Он не жмется канатом. Да. Бой проходит большей частью вообще в центре ринга. О, хорошо, справа попадает Павел. Возвращает руку на место. Но вот здесь опасно справа попадает уже японский боец. И снова под концовку включается Дайки Канека. Последние 10 секунд. Хорошо, но выходи из клинча. Аперкутом попадает Павел. Отличный раунд для российского боксера. Павел. 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 Сейчас нам на повторе показывали тот прекрасный апперкот, который почти под гонг попал Павел Маликов и добавил еще правый прямой потом. Шестой раунд. Павел Маликов, Дайки Канека. Хорошая двойка от Маликова. Точно. А здесь не дотянулся уже японский боец. Вот готовит этот правый через руку Павел Маликов. Мы видим, что не держит плотно перчатки у головы Дайки Канека. И есть возможность у Павла пробить в обвод. Вот тут попытался запереть у канатов Маликова Дайки Канека. В итоге все закончилось клинчем. Ну вот сейчас перелетела рука у Маликова, а здесь хороший короткий крюк, но... Пошел, да, пошел размен Канека. Да, он кушает удары Маликова, но продолжает переть вперед. И все время двигаться нужно Маликову. Не стоять перед соперником. Вы слышите у головы Павла Маликова. Рекомендует работать апперкотом, но пока он пропустил только сам. Взял небольшую паузу Маликов и старается пользоваться этим Канека. Зарядил слева по корпусу. Мы видим, чуть-чуть постоянно немножко сталкивает, навязывает такую силовую борьбу Канека. Ну он, собственно, и с первого раунда начинал это делать. Вот сейчас начинает включаться Японец. Продолжает, точнее, это делать и уже больше, больше выбрасывает ударов. Больше джепа у Канека. Вот двоечка. Обменялись бойцы ударами через руку. Попытался снова Павел Маликов нанести апперкот, но плотно держал руки здесь Японец. Минута с небольшим до конца шестого раунда. У нас уже идет вторая половина поединка. И темп не падает. Вот сейчас ушел от джеба Канека Павел Маликов. Хорошо слева попадает. Показал справа, попал слева. Обманул немножечко японца. Опа, вот здесь дорвался сейчас Маликов. Ох, какой апперкот справа. Выкидывает японец. Канека, боец с ударом. Включил он опять свой темп. Я имею ввиду японского бойца. И вот сейчас вот так пораньше, пораньше взорвался в конце шестого раунда. Хорошее попадание было справа сейчас от Павла Маликова. А вот сейчас левый крюк от японца и тут же правый от Маликова. И смотрите, у Канатов японец. Первый раз, по-моему, за этот поединок мы видели, как отбросил японца Канатов Маликов. Левый крюк по корпусу от Канека. Шестой раунд завершен. Шестой раунд завершен. Как раз-таки мы видим Дмитрия Алучникова, который работает с Павлом Маликова. Да, с Павлом Маликова. Он с Катменом сейчас в углу находится. В углу Павла Маликова. Вот мы видим такая шишка уже в левой части лба у Павла. Очень неприятная. О, здесь хорошо. Точно левый боковой достиг цели от Павла Маликова. Вот он поточнее мне показался был. О, отличный удар через руку нам сейчас показывают режиссеры. Седьмой раунд. Перешел экватор поединок и очень резко начал Павел Маликов седьмой раунд. Решил поработать первым номером. Может быть. Да, пошел Павел Маликов вперед, мы видим. Не пятится назад. Но, кстати, да, видно, что готовит удар справа Дайки Канека. Так, отвлекает джебом. И промахнулся Канека и неплохо попал навстречу Маликов. Но вот здесь бы немножко, да, закрутить японца, не застаиваться. Канека, потому что тут же воспользуется ситуацией. Он очень-очень квалифицированный боксер. Павел Маликов. Хорошо, хорошо. Слева навстречу от Маликова. И еще двойка. Но вот жестко справа отвечает Канека. Левый крюк. Запускает корпус на месте. О, сейчас справа. Взрываются комбинации Дайки и Канека. Настоящий, настоящий панчо. Динамит в перчатках есть у японцев. И все чаще и чаще, мы видим, запускает крюки по корпусу. Вот сейчас апперкот справа от Дайки Канека. Все больше старается бить по корпусу Канека, прекрасно понимая, что может этим заставить встать Павла Маликова. Этими ударами, которые Павел пропускает периодически. Даже иногда через защиту. Павел Маликова. Все правильно говорят у главы Павла Маликова. Нужно двигаться. Сейчас включил ноги Павел Маликова. Нужно включать ноги уже. Бой, наверное, все же Павел ведет. Но, на мой взгляд, могу ошибаться у вас, может быть, дорогие друзья, другое мнение. Снова приглашают Доктора. Достаточно серьезное рассечение у японского бойца. Насколько я понимаю, все же разрешат продолжить японцу боксировать. Сейчас будет осмотрено рассечение, насколько оно глубокое. Бой продолжается. И тут же пошел вперед Дейки Канако. И смотрите, как разозлился Павел Маликов. Почти в каждый крюк он вкладывается. Плотность слева сейчас попадает Павел Маликов. И смотрите, как отвечает японец. Абсолютно бескомпромиссный поединок. Пошел вразле Канако. Оттыкается напрямую, навстречу слева, но продолжает Канако атаковать. Последние секунды седьмого раунда. Попытался провести апперкот Павел. Двойка от Канако. Ух! Прекрасный раунд, дорогие друзья. Даже не знаю, что сказать. Просто огонь. Настоящий. Зрелищный, очень зрелищный поединок. Да. И у нас шестой раунд закончен. И еще четыре раунда впереди, по идее, запланировали. И седьмой уже закончил. Три раунда осталось. Три раунда. Очень скоро, так называемые, чемпионские раунды. Ух! 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 Вашему вниманию были наиболее яркие моменты седьмого раунда. А у нас восьмая трехминутка. Напомним, Павел Маликов против Дайки Коннека. Бой за титул чемпиона WBA Азия. В легком весе весовой категории до 61 килограмма 200 граммов. Павел Маликов, российский боксер, обладатель пояса. Его соперник Дайки Коннека из Японии. В первом раунде японец побывал в нокдауне. Но это была скорее флешка. Мы видим, как он уже пришел в себя. И несмотря на рассечение, продолжает давить, перестанковать Маликова. Ох, вот здесь подзастоялся Павел, конечно. Нельзя, нельзя этого допускать с японским бойцом. И нельзя давать Коннека выйти на удобную для него дистанцию, для ударную. Если у Павла еще остались силы включить ноги и поработать на ногах, нужно это делать. Но бой проходит в очень высоком темпе. Откровенная рубка для японца. Это родная стихия абсолютно. Ему даже может быть более выгодно именно рубиться с Павлом, нежели боксировать. Посмотрите, промахнулся Павел. И тут же контратаковал двойкой Дайка Коннека. Два крюка отвечает правым прямым Маликов, но продолжает, продолжает поддавливать Дайка Коннека. Прекрасно понимая, что именно в атаке и серийной работе может быть ключ к успеху у него в этом поединке. Ну и, конечно, вот этот тоннаж большого количества все равно удара. Видно уже такие гематомы у Павла под глазами и над глазами даже. Ох, жесткий крюк по корпусу. На месте руки были у Павла Маликова. Двигаться, двигаться, двигаться. Совершенно верно, нужно Павлу Маликову. Мы видим, залезает в клинч, причем инициатором является Павел. Видно, что уже все-таки подизмотал его. Да, много сил он оставил. И вот в данный момент, наверное, Дайка Коннека выглядит чуть-чуть посвежее. Двоенный джек от Павла Маликова. Хорошее попадание. Браво! Попадает Павел Маликов. И смотрите, как хорошо отвечает Дайка Коннека. Заставляет пятиться канатом Павла, но включает Павел ноги. Не дает себя прижать окончательно. Это правильное решение. Да, здесь можно и повелосипедить, почему нет? Пропускает, но идет вперед Дайка Коннека. Очень опасный японец. Ух, какой апперкот мощный! От японского боксера. И у нас размен под гонг. Ух! Очень зрелищный поединок. Восьмой раунд закончен. И очень скоро, так называемые, в данном случае, это девятые и десятые чемпионские раунды. Аккуратно, смотри, аккуратно. Аккуратно, смотри, аккуратно. Самый раунд. Пожалуйста, отпусти. Расслабься, делай то, что ты будешь. И самое главное, факт. Спасибо. Самое главное. Два раунда у нас еще впереди. Девятый раунд. Павел Маликов, Дайки Коннека очень бескомпромиссный, зрелищный. Очень напряженный и драматичный поединок мы с вами наблюдаем. Стоп! Стой! Небольшие проблемы с экипировкой, с перчаткой у Павла Маликова. Там размотался бинт. Да, скотч на перчатке. Ну а что, ее нету реально. Да. Не стоять перед ним двигаться, только двигаться. Поехали. Все неполадки устранены и продолжается поединок. Ох, жестко попадает справа Павел, но японец настроен. Не менее решительно. Левую ногу. Сам не подходи к нему. Левую ногу чуть ближе к нему. Вот, вы подбирайте левой ногой. И плотно справа бей. Вы слышите все сами. Алик Бегаев дает советы своему боксеру. Ох, какой жесткий размен. Пропускает апперкот справа Павел Маликов. Японец настроен очень решительно. Буквально попытался прижать этими крюками к канатам Павла. Японский боец. Мы видим результат жестких ударов японца на лице Павла. У меня такое ощущение, что начал закрываться левый глаз у Маликова. Постепенно. Да, да, есть гематома там. Девятый раунд. Ноги, 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 ноги. И вот, что нужно Павлу, если остались силы. Здесь и не грех побегать на самом деле. Что касается японца, он очень хорошо работает первым номером. Да, он настроен. Очень хладнокроет по-прежнему. Очень неплохо пользуется преимуществами в габаритах. Ну и он чувствует, что чуть-чуть подустал Павел Маликов. И он старается не давать вот этих паунд. Постоянно идет, идет вперед. Да, вот как раз таки японин старается не давать. Хорошо попал сейчас Павел Маликов. До этого точный удар справа попал. Дайки Канека. Ух! Напряжение возрастает. Взяли паузу оба. Идет вперед. Дайки Канека. Вот три удара подряд в голову японского боксера. Двигаться и поднять руки. Уйти от канатов нужно Павлу Маликову, конечно же. Ох, какая жесткая двойка. Два бревна влетели в Павла от японца. 30 секунд до конца девятого раунда. Тут на характере баксирует паузу. Канека идет вперед. Размен. Ну, я думаю, здесь, да, Павел показывает характер. Павел показывает, да, характер. Может быть, не нужен особо размен, но характер есть характер. Продолжает подавливать японец. Раунд позади. Раунд позади. Нас ждет финальная трехминутка, десятая. На мой взгляд, японца от поражения может спасти только нокаут. Хотя бой конкурентный. Бой конкурентный. Павел, если выигрывает, не сказать, что там прям все раунды в одну калитку. Такого нет. Павел, если выиграет. Хорошо? Десятый заключительный раунд. Павел Маликов, Дайки Конека, да. Очень конкурентный, острый поединок. И сразу же размен с первых секунд. Запрыгивает в клинч Павел Маликов. И опять приглашается врач. И опять по поводу рассечения. А вот сейчас, мне кажется, здесь какая-то проблема с челюстями, да. А, с челюстью? Да. Мы видим, какая есть гематома вот так на левой скуле у японского бойца. Тем не менее, разрешают дабоксировать японскому боксеру. Простите за тавтологию. Пошел вперед Дайки Конека. Рубится на ближней. Маликов включил ноги. Не застаиваться ни в коем случае Павлу нельзя. Ох, какой удар пропускает. Пошли в размену оба бойца. Да. Клинчевать нормально. Застаиваться не надо. Что касается японца, да. Здесь давить, 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 давить. Бить, 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 бить. Бить очень жестко. Но что он и старается делать. Ну вот, когда Павел застаивается, есть шансы для Конека. У Панчера есть шанс всегда. Напомним, из 26 побед, 18. Побед, да, срочный. Да, бьющий, бьющий, очень боксер. Бьющий. С другой стороны, Павел просто показывает чудеса, стойкость. И очень неплохо держит. А то, что Конека бьющий, пожалуйста, посмотрите на лицо Павла. Оно красноречивее любых слов. Размен. Снова у нас размен. Ох, попадает Павел. Ох, какой правый сейчас залетел Павлу. Держится, держится Павел. Все правильно. Нужно клинчевать. Правильно, нужно клинчевать в этой ситуации. Нужно достоять этот поединок, этот раунд. Подскользнулся Павел Маликов. Не считает, да. Действительно, потеря равновесия. Тут немножко толчок был, а не удар в тот момент. Не застаивается у канатов ни в коем случае. Клинчевать, да. Стоять нет у канатов. Ничего не делать. Ох, какой тяжелый раунд для Павла Маликова. И решающий раунд для Дайки Канека. Канека идет вперед, обостряется. Канека нужен нокаут. Остались ли силы? Меньше минуты до конца этого поединка. Попадает Павел справа, навстречу. Джеб. И тут же добавляет правый, затем два боковых. Канека. А оперкот какой держит Павел Маликова. Двадцать секунд остается до конца десятого заключительного раунда. Ух. Ну вот сегодня прям настоящий пик драма шоу, я бы сказал. Включился Паша. Вот это концовка. Пошел в разменный гон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но после гонга. Но здесь, может быть, кстати, неоднозначно. Во время, может быть, надо было посмотреть повтор, конечно. Ну, не стали считать, конечно, никакой нокаут, нокдаун. Возмущены японцы. Но Гильербо рекоменда за такой удар лишился победы в свое время. Вот такая яркая концовка в этом поединке. Очень драматичная. Мы видим возмущенные представители японской команды. Возможно, они считали, что будет 12 раунд. Сначала один, потом второй. Да, да. Обоюдно ударили. Вы слышите то, что сказал Виктор Панин. Обоюдный удар после гонга. Получается, первым ударил японец, а Павел просто ответил. Насколько я могу понять, да? Сейчас смотрим повтор. Хотелось бы повтор посмотреть, как это было. Вот нам показывают наиболее яркие моменты в этом поединке. Вот подошел Дайки Канека к Павлу Маликову. Я так понимаю, что принесли извинения друг другу боксеры. Поблагодарили за поединок. Проявили настоящее спортивное поединение. Вот на повторе тот момент. Там такая двойка была тяжелая. Ну, я считаю, что оба, конечно, достойны аплодисментов и уважения. Не только один оба. Оба оба обоины. Мы слышим, как аплодируют сейчас обоим бойцам за этот бой. Мы не поверили. Мы тоже поаплодируем в прямом эфире. Почему нет? Аплодирующий комментатор – это такой ноу-хау. Я люблю эту пирогу! Спасибо вам! Хороший бой! Спасибо! 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 Мы видим, Павел Маликов пообщался с японской командой, поблагодарил за поединок. Действительно, бой был очень хорошим, очень зрелищным, очень-очень напряженным, бескомпромиссным. Ждем судейского решения, дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все нормально. Ну, надеемся, что... Да, все, да, но надеемся, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИ Ну что ж, дорогие друзья, сейчас будет озвучено решение судей. И тем, как я объявлю судейское решение, еще раз поблагодарим боксера за нашу шоу, которое они нам устроили. Но сейчас обратимся к судейским запискам. Судья Болдырев, 97-92 Маликов. Судья Малозонья, 95-94 Канеко. У нас раздельное решение судей назревает, дорогие друзья. Судья Малозонья, 95-94 победу раздельным решением судей одержал и сохранил полис чемпионата. Павел Маликов остается непобежденным. Поздравляем его с этой очень тяжелой... Очень тяжелая победа. По судейскому счету это даже видно, как посчитали судьи. Огромнейшее уважение его сопернику, Дайке Канеко, настоящему японскому самураю, который добавил остроты. Ну, как мы уже говорили, что бой делают два бойца, и вот поэтому тут... Павел Маликов, это был не бой, это была настоящая война. Вы просто обрушивали шквал ударов на него. Был ли какой-то момент в бою, когда вы думали, что же с ним делать? Не было. Я ушел к своей цели. Я знал, что я вобью его. Не за секунду, но я думал, что не было. Я пошел на мою цель, и я получил. Вы называете себя агрессивным борцом. Вы согласны с уровнем агрессии, который вы сегодня показали? Вы называете себя агрессивным боксером? Вы довольны тем уровнем агрессии, который вы сегодня показали? В одном из интервью вы говорили, что для вас очень важна поддержка ваших фанатов, поддержка зала. Вы довольны сегодняшней поддержке, и что вы хотите им сказать? Спасибо, Екатеринбург, что поддержали меня. Спасибо. Спасибо за ваше блестящее выступление и ждем новых боев. Продолжение следует...